Как всегда, на часах 19.03 в студии доктор психологических наук, психотерапевт Сергей Викторович Ковалёв. Добрый вечер, Сергей Викторович. Помогаю ему я, Марина Хелькевич. И сегодня мы говорим, мне кажется, об очень важной вещи, потому что это интересует просто каждого из нас. Каждый из нас хочет быть счастливым. Каждый из нас там что-то добивается, ставит какие-то цели. И так вот, искусство достижения цели – такая тема нашего сегодняшнего разговора. Да, если продолжить бы вас так, и каждый из нас практически не умеет достигать цели. А ставить умеет? Да и ставить не умеет. Вот. Самое смешное, что он не умеет ни ставить, ни достигать. Правильно поставлена цель, она уже достигается, без всяких вопросов. Поэтому давайте исходить в следующее. В 1952 году, то есть уже давным-давно, в Ельском университете был проведен очень любопытный эксперимент. Там взяли группу студентов и опросили их по системе, которая называется «устойчивое целеполагание». То есть спрашивали с точки зрения того, у кого действительно есть цели, более-менее ясные, кто поставил их и кто способен их достичь. А потом оказалось, что только 4% студентов. Через 20 лет вернулись к этим студентам и выяснили, что эти 4% совокупных доход в 18 раз больше, чем совокупный доход 96% не меньших целей. И что по таким показателям, как эффективность, удовлетворенность и так далее, счастливость, они тоже всех превышают. Поэтому действительно, это искусство. Это действительно серьезное искусство. Но здесь есть сразу, я бы хотел расставить точки на «и», потому что в последнее время мне стали очень часто звонить. К сожалению, мне стали очень часто звонить во внеурочное время. Знаете, в 23.15 звонок проконсультировать и меня, это как-то не совсем уместно, потому что я иногда хочу и отдыхать. Но человеку нужно. Да, нужно, но сантехник и тот пошлет в этом случае, если позвонить в такое время. Но на самом деле давайте... Сантехник пошлет, а психотерапевт Ковалев нет. Нет, давайте не путать. Доктор, пожалейте меня, вы должны меня пожалеть и так далее. Не должен. Не всегда должен. Вы отвечаете за свои поступки тоже, в том числе. Значит, давайте исходить в следующий. Есть теоретические психологи, практические психологи, консультанты и психотерапевты. Я могу выступать в любом из этих ракурсов, но предпочитаю все-таки последних три. Потому что теоретические психотерапевты, это как гаишник, точнее, институт безопасности движения, который общие требования делает. Практические психотерапевты, это тот, который обучает ездить по нашим жутким дорогам, где на самом деле мы ездим не по правилам, а по понятиям. А консультант, это тот, который обучает вас водить машины в экстремальных условиях. А психотерапевт, тот, который ее ремонтирует, ее и вас после того, как вы ее сломали. В данном случае я сейчас выступаю как практический психолог и как консультант. Поэтому давайте исходить из следующего. В свое время, когда мы только начинали анализировать человеческую эффективность и счастливость, мы обратили внимание на то, что главным фактором является именно это, способность достигать цели. Мы пошли не по линии теоретической психологии, а по линии совсем другой. Мы взяли людей, которые великолепно достигали очень сложной цели. И исследовали. И смоделировали, смоделировали. То есть мы спрашивали, как ты это делаешь? Объясни нам. Оказалось, что существуют они вполне конкретные законы, которые можно сейчас прямо сейчас сказать слушателям, потому что они универсальны. Они годятся для достижения любой из целей так называемой звезды благополучия Ковалева. А это звезда, где верхняя часть здоровья, плечи звезды взаимоотношения, любовь и сек, а ноги работ и деньги. Берите любую тему, я покажу, как на ней можно раскручивать эту модель, этот фрейм, эту теорию. Давайте начнем все-таки, Сергей Викторович, немножко с другой стороны. Как понять ту цель, которая нужна? Вот мне, например. Чтобы не ошибиться. Марин, я вас люблю за то, что вы задаете вопросы, на которые отвечать могу, возможно, только иногда я. Дело в том, что Гриндер... Поэтому я их задаю вам. Да, спасибо. Гриндер и Бендлер однажды четко сказали, что большинство людей не знает, чего они хотят. Они только точно знают, что то, что они хотят, это не то, что им надо. Вот и все. Вот как понять? А уметь. Так это первое искусство. Понять свою цель. А цель отталкивается от проблемы. У вас есть проблема, так давайте локализуйте вашу проблему. В чем она? Возьмите звезду благополучия и ответьте следующим образом. Насколько вы благополучны, не сравнивая себя по деньгам с Абрамовичем, ни с Абрамовичем, ни с Васей Пупкиным, с Лесарем? Вот насколько у вас есть внутреннее ощущение благополучия? 10 баллов, я абсолютно в порядке. А с Евгением, например, Чичваркиным можно все сравнивать? Нет, нет, ни с кем, кроме себя. Первая ошибка, которую вы хотите и можете совершить, это занимаясь фитнесом, сравнивая себя с Шварценеггером. Через неделю бросите. Потому что вам то, что Шварценеггера, как до неба. Все, проехали, давайте чуть помягче. Значит, первое условие. Определите, где у вас проблемы. То есть возьмите 10-балльную систему и просто-напросто спросите. 10 баллов, у меня все хорошо с этим, 0 баллов у меня очень плохо. Промешуточное значение. Давайте перечислим, по каким пунктам. Итак, здоровье. Раз. Но оно вообще-то делится на душевное. То есть это когда, не когда вы ходите в церковь, а когда вы ощущаете, что вся эта жизнь имеет смысл. Психологическое здоровье, это когда она вас не колышет. Это самая жизнь. И физическое... Психологическое здоровье, извините, как понять, колышет она меня или не колышет? Очень просто. Когда, например, вы читаете страшные события, хихикаете по этому поводу, у вас отменное психологическое здоровье. Когда вы читаете о том, что доллар падает и с ужасом, начинаете думать, все. Мир рухнул. Мир рухнул, у вас плохое психологическое здоровье. Вот именно вот эта странная фраза Олега Куваева, когда жизнь не колышет. Ну, физически здесь все знают. Взаимоотношения вообще с людьми, любовь, секс, интимные взаимоотношения, работа и деньги, то, которое вы занимаетесь. Таким образом, вы определите, где у вас проблемные зоны. Мы работаем с конкретикой. Где у вас проблемные зоны? А если все? Ну, значит, начнем со всего. Будем работать со всем. Теперь дальше. Начинаем смотреть все-таки эту зону, которая, если все, для вас наиболее проблемная. Иногда я беру, пишу пять карточек, разбрасываю по полу и говорю, ты знаешь, вот так вот, сделай из этого фигуру. Говорит, как? Я говорю, ты знаешь, есть такое понятие молекула. Вот какой центральный атом здесь? И человек говорит, вы знаете, странно, похоже, вот взаимоотношения. Отсюда выходят остальное, деньги и так далее. Таким образом, интуитивно мы выходим на центральную проблему. Потому что нельзя объять необъятное. Это слишком долго. Я не случайно 24-25 октября буду проводить двухдневный семинар по консультированию проблем людей. Понимаете? Обучать и консультировать. А вы хотите, чтобы я за час вам это рассказал? Давайте поторопимся. Наивно. Так вот, после того, как мы берем, мы задаем самое главное. Дело в том, что первое условие проблемы это понять, чего ты хочешь вместо того. Что ты хочешь? Если у тебя нет денег, то чего ты хочешь? Ты хочешь стать богатым, да? Ты хочешь стать обеспеченным. Это уже разные формулировки проблем. Из которых есть формулировка, которая совершенно не прокатит. Я хочу как Абрамович, потому что ты не как Абрамович, не те времена и так далее. Есть формулировка, которая более или менее подойдет. А здесь важны формулировки или конкретная сумма? Нет, крайне важна, во-первых, формулировка. Потому что если вы запишите, я хочу быть очень-очень богатым, это не формулировка. На самом деле. Я хочу быть обеспеченным. Это более или менее отвечает принципу реальности, а не только при вашему принципу удовольствия. Стоп. Так? Мариночка, вы мне дадите сказать сегодня? Простите. Вот, спасибо. Так вот, первое, что вы должны сделать, определить цель. Я хочу стать обеспеченным человеком, который... Что значит для вас обеспеченный? Это который позволит вам жить так, как вы хотите. Как ни странно, поэтому обеспеченность всегда выходит из того, как жить так, как вы хотите. Дальше. Из этого идет второй вопрос. Итак, первое, чего вы хотите? Первое из семи пунктов фрейма результата, это результат. Чего вы хотите? Второе, очень просто, признаки. Они намного проще и нам быстрее позволяют выйти, чем вот эти ваши вопросы. Как вы узнаете, что вы стали богатыми? Но более подробно после рекламы. И говорим мы об искусстве достижения цели. Сергей Викторович. Да, итак, первое, нужно поставить цель. Но, как ни странно, на этом летят почти все. Знаете почему? Дело в том, что главный закон, который действует в настоящее время, в психике человека по части цели, это закон воплощения. То есть, согласно этому, воплощается то, что бродит в вашей голове. То, что есть в вашей голове. А то, чего нет в вашей голове, никогда не воплотится. Представим, в вашей голове нет идеи компьютера. Вы приходите в техносилу, там или непонятно в какой магазин, я их не рекламеру, кстати говоря, и внезапно смотрите странные телевизоры с плоскими экранами и с отдельным ящиком. Зачем, совершенно непонятно. Вы не то, чтобы не купите, вы его не опознаете. Значит, если у вас нет четко сформулированной цели, то будет действовать закон Мерсона, который как-то сказал, если вы не знаете, куда вы идете, то вы не узнаете, что вы пришли. Или знаменитая фраза Алисы из «Страны чудес». «А куда вы идете?» спросил Мартовский Заяц. «А куда?» «А, ну тогда вы точно придете, но идти будете очень долго». Это вот именно то, что воплощается, это главное. Вы обратили внимание, во всем мире, даже в Африке, богатый богатеет и бедный беднеет. Обратили внимание? К сожалению, да. Чистая психология. Почему? Дело в том, что голова богатеет в занятом мыслим об упрочивании и использовании богатства. И они богатеют, воплощается богатство. А голова бедная, к сожалению, занята мыслями об уходе от бедности. И в бедность они и приходят. Вот это первый вопрос. Повернуть вектор движения, вылезти из проблемы. Ко мне недавно приехала женщина, вся в слезах, потому что она рассталась с мужем. Я сказал, что пока ты не выяснишь, куда ты пойдешь вместо этого расставания, ты сейчас все глубже закапываешься в свое расставание и так далее. Ты должна идти к жизни, к другому мужчине, к семье, к чему угодно, но куда угодно ты должна выйти. Итак, первое – это направление. Чего ты хочешь? Второе. Даже если это не очень четко сформулировано, всегда можно задать вопрос номер два о признаках. Как ты узнаешь, что ты этого достиг? Я хочу стать здоровым. Простите, а как вы узнаете, что вы станете здоровым? У меня будет давление на 120 на 70. Простите, а вот если бы у вас был спонсор в виде не очень грамотного вашего организма, который не знает, что такое давление 120 на 70, как он об этом узнает, что у вас давление 120 на 70? А, ну тогда у меня не будет звенеть в голове, тошнить и шума в ушах не будет. Вот уже есть что-то. Понимаете, признаки должны быть такие, которые можно пошупать, увидеть, услышать, а не написать в бумажке диагноза. Организму и вообще миру до вашего диагноза, до вашей бумажки, честно говоря, я бы сказал, как до чего. Значит, признаки. После того, как вы более или менее сформулировали признаки, например, та же самая работа, я хочу быть человеком, который там, ну, вот недавно у меня дамы сформулировал, вплоть до кабинета. Что это такое? Воплощение. Она примерно знает, что у нее в голове, какая работа будет. И, соответственно, ее бессознательно настроится на поиск означенной работы. Есть третий вопрос, очень такой коварный. Он называется вопрос об условиях. Где, когда, как и с кем тебе это необходимо и желательно. Цель. Я хочу выйти замуж. Признаки. Я узнаю об этом, когда торжественный марш Мендельсона возвестит о том, что нас зарегистрировали. Где, когда, как, с кем. Где угодно. Давай в Антарктиде. Когда? Давай к концу третьего тысячелетия. Хотя, боюсь, что к этому времени мы уже будем в гробу, поэтому как-то не удастся выйти. С кем? Хочешь с негром одноногим? Как? Путем там органического брака. Улавливаете? Пока нет деталей, пока вы не поняли, где в Москве. Когда? В самое ближайшее время, а не после дождичка в четверг. Как? За счет официального устройства на работу, через бюро трудоустройства, через знакомых и так далее. С кем? Кто может помочь? У вас ничего нет? И это еще только третий вопрос нашего великого фрейма, рамки, системы, хорошо сформулированного результата. Четвертый вопрос. Ресурсы. Что для этого вам необходимо желать? Ресурсы делятся на две вещи. Первая – это внешние ресурсы, это информация, деньги, услуги, мат, благо. Но там, правда, есть еще два ресурса, о которых все забывают. Это уважение и любовь, которые можно проявлять другим. И внутренние ресурсы – уверенность, и без спокойствия, силы, нахальство, опломб, наглость и так далее. Знаете, что самое интересное? Во-первых, мы дико не целевы в ресурсах. Мы совершенно не пытаемся понять, что ресурсы у нас есть. То есть мы не пытаемся их использовать. А во-вторых, мы поразительно неэкономны и, точнее, даже не способны увидеть те ресурсы, которые есть у нас. Приведите пример, пожалуйста. Очень просто. Я прошу человека написать первый ресурс – взаимоотношения. Давай, говорю, просто-напросто. Вот ты, все, у тебя ничего не получается. Работы нет и не будет никогда. Никаких вопросов. Единственное, на вопросе, с кем мы выяснили, что вроде бы могут помочь кто-то. Хорошо? Хорошо, садись, пиши список всех тех, кого ты знаешь. На сороковый фамилик, он говорит, слушайте, и этот может, и вот этот может, а вот этот вообще заведует бюро, а вот этот... Он забыл о них. Понимаете? Вот так вылетело из головы всего на все. Подробное перечисление ресурсов само себе по себе обладает гигантской ресурсной силой. Но самое интересное заключается в том, что главные ресурсы на самом деле не внешние. Главные ресурсы – это переходные ресурсы, ресурсы любви и уважения, потому что они вызывают ответ на любовь и уважение. Я постоянно говорю, что если такие ресурсы, как матблаго, информация, услуги и деньги, обмениваются, либо впрямую информация на информацию, деньги на деньги, матблаго на матблаго, либо там, это самая услуга на услугу, либо конвертируются за информацию, деньги. Ну, понятно. Эти ресурсы работают абсолютно. Причем как? Чем больше дашь, тем больше получишь. Чем больше дашь уважение другим, тем больше получишь уважение. Чем больше дашь любви, получишь любви. И все остальное приложится. Это только четвертый вопрос. А за четвертым идет страшный, любимый мной, обожаемый вопрос. Почти пятый пункт, знаете, в старых анкетах. Он звучит так. Почему это ты не добился цели раньше? Вот у тебя две ноги, две руки, голова, два уха, два глаза. Вроде не инвалид детства. Нормально ходишь, нормальное образование, нормальное воспитание. Тем не менее, ты пришел ко мне и ноешь, что уже полтора года ты сидишь без работы. А чего это ты не добился цели раньше? Давай соври. Любым образом, каким хочешь. Дай любое объяснение. Не везло. Как именно не везло? Вот я тебя сейчас отсажу. Вот сядешь здесь и станешь моим коллегой. А вон там увидишь того самого Васю, с которым я работаю. Василий Иванович, здравствуйте. Скажите, вон там сидит Вася, который никак не может найти работу полтора года. Почему? Да он не хочет, отвечает. Василий Иванович за самого себя. Он боится. На самом деле он считает, что не по сеньке шапка все работы, которые ему предлагали. И так далее. Ой, Мариночка, если бы вы знали, какое количество вторичных выгод останавливает человека от достижения желаемого, я не буду говорить о своих клиентах, потому что многие из них могут слышать мои передачи. Тем не менее могу упомянуть и болезни, которые люди изобретают для того, чтобы не отвечать, не соответствовать слишком высоким требованиям, которые сами предъявляют к самим себе. А я слишком болен, это великолепная отмазка от того, чтобы не соответствовать требованиям. Понимаете? Или о том, что человек просто-напросто на самом деле не хочет работать, он хочет валяться дома. И страдать по этому поводу. Да, страдать и получать, так сказать, знаки внимания со стороны других. И вот здесь начинается часто психотерапия. То есть мы выделяем отдельную тему, выясняем, ага, вот причины, и начинаем с ней работать. Если же все-таки пятый пункт благополучно пройден, наступает действие страшного пункта, еще одного шестого пункта. Потому что вот здесь начинается раскрутка мотивации, которую, как я понимаю, по вашим знакам, мы будем осуществлять через некоторое время. Сразу после рекламы. И мы продолжаем разговор об искусстве достижения целей. Да, и мы подошли к шестому пункту, да? После того самого пятого, почему вы не достигли цели? Ответ обычно, кстати, два, и мы их знаем. Первая причина – вы не хотели. Не хотели. Есть такой простой закон, который у нас сформулирован. Это вообще-то фраза одного из героев Василия Головачева. Не начинай дело до тех пор, пока не умеешь хотеть настолько, чтобы мочь. Есть даже французская поговорка. Простите, могу ошибиться. Французский не знает. То ли пувар сет вуляр, то ли вуляр сет пувар. Но значит примерно так. Хотеть значит мочь. Есть даже американская известная поговорка. Не могу, живет на улице, не хочу. Все об одном и том же. Первое условие вы еще не нахотели настолько, чтобы захотели. Вам еще нормально. Еще не капли, еще это самое, еще такие вялые телодвижения. И среди этого вот мы сделаем пару телодвижений, сымитировав то, что мы действительно хотим найти работу. Не хотим. А вторая причина – уже не мотивация. Вы просто запутались. Вы дико запутались в куче вопросов по части. Нужно сходить, пойти туда, 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 то сделать, то и так далее. Вы не можете разобраться в этом хаосе. Этот хаос, сложность его превысила ваши возможности. И в том и другом у нас есть специальные методы. Раскруток, раскруток вверх, раскруток вниз, раскруток в сторону. Но это уже выходит за рамки. Это то, что я буду говорить на семинаре. А здесь шестой вопрос звучит так. Мы даем клиенту, который не очень хочет, очень интересную четырехклеточную матрицу, в котором есть четыре вопроса. Иногда ограничиться двумя, но иногда берем и все четыре. Вопрос первый. Что случится, если это произойдет? В данном случае это, например, найдет работу, женится, получит деньги. И вот если человек не в состоянии написать больше трех-четырех пунктов, то значит, что он ни черта не хочет. Потому что это список морковки. Значит, ему нужно добавлять морковки. Его нужно раскручивать на те морковки, которые заставят его действительно, наконец, оторвать седалище от стула и направить свои стопы в то место, где ему точно дадут работу. А таких мест имя им Легион, он просто их предпочитает, не видит. Если не работают морковки, что ж, мы зададим второй вопрос. Что случится, если это не произойдет? Это вопрос о страшилках. Понимаете? Если первая, это мотивация к чему идти, вторая мотивация от чего. Ну, здесь я могу быть весьма ехидным. То есть, я ему подробно, но не очень долго, все-таки сеансы стоят довольно дорого, объясню, к чему он придет, если пойдет по этой линии. К тому, ну, там, да мелочи. Ну, жена бросит, ну, с квартиры выгонят, ну, там это самое. Ничего особенного, не будет так. Бомжевать будешь легка, там, бутылки собирать где-нибудь. Иногда полезно подвращать человека, чтобы он проснулся, наконец. Хотя, конечно, делаем это исключительно любя, даже в режиме провокативной терапии с любовью, в голосе и во взгляде. Это обычно два вопроса достаточно, чтобы человек зашевелился. Либо у него появляется мотивация к, либо мотивация от. Не все знают, что люди бывают двух типов мотивации. И, например, для людей мотивация к безнадежно говорит, бросишь курить, не будешь болеть раком. Это для мотивации от. Ему нужно написать, бросишь курить, будешь как козел бегать по горам, там, и, ну, в общем, проявлять искреннее здоровье. А вот мотивационистчикам от безнадежно говорит, бросишь курить, будешь бегать. Как понять, к какой мотивации относишься? Милая моя, ну, это несложно, но вы задаете довольно много вопросов. Это вопрос, который-то самое... Давайте посвятим одну из тем, одну из наших передач, метапрограммам человека, а то так мы никогда не закончим. Хорошо? И после этого третий вопрос, вот третий вопрос, если мы задаем, это значит, я сильно подозреваю, что у человека есть вторичная выгода. Потому что третий человек звучит так. Что не случится, если это произойдет? Это в данном случае работа, женитьба и так далее. Выясняются интересные вещи, тогда, оказывается, не произойдет нормальное высыпание, не произойдет возможность болтаться где угодно, не произойдет возможность тянать перед всеми и так далее вторичные выгоды. Те самые вторичные выгоды, которые у человека могут вообще его довести до ручки, до тяжелой болезни, до тяжелого фиаско, потому что они бессознательны, вы их не очень понимаете, их действительно нужно извлекать, потому что именно они, это и есть те самые камни преткновения Степпинстоунса на вашем пути. Ну, а последний, четвертый вопрос звучит совсем интересно. Что не случится, если это не произойдет? Я люблю смотреть на шарашеного клиента, потому что, говорю, если ты поймешь этот вопрос, то ты уже просветленный. Это шутка. На самом деле он должен понять в итоге этого дела, что не случится жизнь. Не случится жизнь, если он не применит усилий, если он не пойдет к, не пойдет от, не случится, как таковая жизнь во всей красоте и блеске. И после этого обычно на седьмой вопрос, последний, все отвечают уже с большим удовольствием. Там ценность результата, так стоит ли цель наших усилий? И вот тогда можно уже начинать. Первый этап только первый закончился. Ну, а дальше начинается второй этап. Внедрение результата в психику человека. Бессознательный человек. Что, сразу продолжать или у вас вопрос? Как-то вы даже вопрос не задаете. Вы меня так оборвали, что я даже теперь побаиваюсь вас, Сергей Викторович. И тем не менее, хочу спросить. Говорят, что очень плохо зацикливаться на цели, потому что никогда ее не достигаешь. Как понять, зацикливаться нельзя на чем угодно. Это страшный закон, на самом деле, и очень точный закон. Знаете, парадокс, но квантовые физики экспериментально доказали известный постулат. Если смотреть на чайник постоянно и не верить, что он закипит, он никогда не закипит. Доказали. Был проведен эксперимент с облучением атома Берлия лазерами. И если их постоянно облучали, то они, в общем-то, не реагировали. Короче говоря, это работает. Как не зациклиться, очень просто. Вообще-то, это один из принципов. Семь принципов жизни, которые мы говорим всем людям, на которые нужно ориентироваться. Принцип первый. Мы его только сейчас обсуждаем. Принцип цели. Потому что если у тебя нет цели, у тебя ничего нет. Ты идешь в никуда. Если у тебя нет цели, то, к сожалению, ты идешь к проблеме. Потому что твоя голова занята не целями, а проблемами. Воплощается то, что болтается в твоей голове. Значит, раз у тебя нет цели, в твоей голове болтается проблема. Она пустой, не может окончательно быть. Проблема есть. И тогда воплощаются проблемы. Ясно? Принцип первый. Принцип второй. Принцип гибкости. Это принцип, который говорит о том, что никогда не нужно быть твердолобом в достижении цели. Существует бесчисленное количество пути к достижению этой цели. И нет ни одного забора, в котором не было бы дырки. Просто ты стучишься не в ту секцию забора. Зайди за угол, обнаружи, что там вообще ворота есть. А ты вот так вот бьешься. Это дикая тупость взрослых. Дети намного более гибкие. Знаете, мы ставили эксперимент. Вешали ручку там, где петли, а петли скрывали. Когда подходил ребенок, он делал за ручку, потом толкал за ручку, потом толкал в другую сторону и проходил через дверь. За дверь 5 секунд. Взрослых приходилось оттаскивать. Они уже ее выбивали ногами и телами. Понимаете? Дойти до того, что нужно просто с другой стороны подойти, они не могли. Вот это наша твердолобая. Значит, гибкость. Третье, чувствительность. Вы должны быть чувствительны в достижении цели, в знаках достижения цели. А то некоторые, даже достигнув цели, не понимают, что они ее уже достигли. Это чувствительность. И четвертое, конгруентность. И рапорт. Простите за такие термины. Нужно быть в согласии с собой, другими и миром. И нужно соответствовать этому миру. Потому что когда-то в согласии с собой, другими и миром начинаются чудеса. Пятый принцип. Это вот как раз принцип, который называется координация важности. О котором, в принципе, писал тот же самый Вадим Зеланд. Но на самом деле это известно задолго до него. Знаете, нормальные эскимосы до сих пор никогда не выходят в море охотятся на китов. Они всегда, знаете, как говорят? Знаете, сегодня погода хорошая. Мы решили тут поплавать. Знаете, как приятно поплавать по морю. Но если кит подвернется, то мы так и быть его прихватим. И если они выходят с таким вот, такой рамкой, без кита не возвращается. А если они целенаправленно идут за китом, кит точно понимает, что пора сматываться. Вы же знаете, что вы покупаете вещи, когда? Не в результате организованного шоппинга. Когда чисто случайно набрели булочные, найти туфли вашего размера. Вот так странно мир устроен. Плюс к этому еще два есть принципа. Это координация независимости. Но я так понимаю, что сейчас начинается время новости. Ну, я отчасти на ваш вопрос ответил. Нужно уметь делать следующее. Нужно, с одной стороны, быть целенаправленным, целиориентированным. А с другой стороны, не придавайте никакой важности. А вот для того, чтобы это произошло, нужно воспользоваться вторым этапом работы с целью. О котором мы поговорим сразу после новостей. А я пока еще... У меня есть пару секунд. Я могу задать еще один вопрос. А искусство управления своими собственными эмоциями в данном случае имеет значение? Знаете, только в одном плане. Искусство управления своими эмоциями – это умение быть в согласии с собой. На самом деле, я недавно вступал на конференцию психотерапии духовности и объяснил простую вещь. Мир усложнился настолько, что мы уже не справляемся с нашей психикой, с его сложностями. Поэтому психотерапевты помогают в чем? Чтобы ваши мозги очистились от мусора. Ваши возможности используются проценты на 4 в лучшем случае. Вообще-то на 2%. И куча ваших возможностей уходит на то, чтобы вы боролись собственными эмоциями, страхами, дурными помислами и так далее. Поэтому психотерапевты реально помогают людям выжить, потому что очищают их голову от мусора и позволяют более ответственно, более точно отражать тот мир, который на самом деле прекрасен, но сложен. А тот мир, который на самом деле прекрасен, но сложен, мы узнаем об этом мире из новостей. Давайте. И говорим мы об искусстве достижения цели. Вся наша жизнь так или иначе связана с работой с нашими целями. И вопрос, способствует ли то, чтобы мы стали счастливыми. Кстати, счастье является тем самым конечным результатом цели? Такое иллюзорное понятие, как счастье. Нет, тогда просто целью должно быть счастье, как таковое. Потому что эффективность и счастливость – это два крыла жизни человека, понимаете? Один называется в психологии торжественной и выспорена предметно-инструментальной, то есть эффективность такая, а второй – социоэкспрессивной, то есть счастливость. И давайте исходить из того, что ни то, ни другое не должно давлеть. Потому что, простите, вы видели самолет, который спорит, какое у него крыло главное – левое или правое? Как-то не замечал. Да, а вот у нас большинство штопорят в жизни именно потому, что они либо летят на одном крыле. Кстати, самое интересное, что в отличие от самолета люди еще умудряются как-то летать. Кто-то на крыле эффективности, всю жизнь эффективность, трудоголизм и так далее, а потом выясняют жизнь зря, потому что не успел, пил, не смог, не ощутил. Кто-то наоборот. Идиотской счастливости, когда тем не менее ничего предметного они сделать не успели. Давайте послушаем наших радиослушателей и узнаем, как они достигают свои цели. 788-107-0 наш телефон в студии. 788-107-0. И телефон СМС плюс 7925-101-107-0. На наш сайт русновости.ру вы тоже можете присылать свои рецепты достижения. Я пока успею сказать еще следующее. Относительно того, что нас очень заинтересовало, когда мы моделируем людей, что есть люди, которые умудряются, с одной стороны, конечно, составлять все то, что мы пишем, а с другой стороны, часто без всяких этих списков усилить, углубить, расширить, укрепить и так далее, достигать своих целей. Не по наити, а по интуиции. Более того, у них оказался удивительно интересный способ работы. Способ работы первый, короче, это буквально опять-таки 7 пунктов. Мы любим число 7, знаете, 7 заповедей. Даже, кстати, 10 заповедей, это 3 запрета и 7 пожеланий. Правильно? Так вот, в данном случае пункт номер 1. Цель должна быть. Мы об этом уже знаем. Потому что если у вас есть проблема, вы придете к проблеме. Пункт номер 2. Эта цель должна, вот здесь объяснять немножко сложно. Быть по-нашему, на нашей терминологии, диссоциированной. Грубо говоря, если вы мечтаете о своей цели, например, иметь машину, видя из своих глаз свои руки на руле, лобовое стекло и, возможно, вожделенную, я ее очень люблю, трехлучевую звезду, у вас не будет этой машины. Потому что с точки зрения вашего бессознательного, вы уже там. Это великий секрет Лентяева, Обломова и Манилова. Мечтать так, что мечтать не нужно достигать. На самом деле, в этом случае вы должны видеть другое. Со стороны вам машете ручкой, вы более старший, говорит, классная тачка, рекомендую. Вот тогда ваша бессознательная стрепенется, скажет, а, так это надо достигать. Условие третье. Вы уже, как отчасти, про него прописали. Это нужно увидеть. Не написать на бумаге, усилить, углубить, расширить, укрепить, связать и так далее. А увидеть картинку. Слайд, целевой слайд, на котором вы будете видеть вот эту вот вашу цель. Тогда она включит ваше правое полушарие. А ваше правое полушарие заведует достижением цели, в отличие от левого. А левое полушарие, тот самый рассудок. Про него, между прочим, даосы говорили очень точно, что любимое занятие обезьяннего ума, а не наш рассудок, называли обезьянним умом. Это задумать великую цель, а потом логично доказать, что она недостижима. Это только три условия. Я их семь, но я вижу, вы мне рекомендируете звонок. Давайте примем звонок. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Сергей. Чески. Спасибо. Если можно, вопрос. Вы вот очень четко все расписали. Постановку целей, условия, причины, следствия и прочее, да? У нас только одна из росписей. На самом деле у нас их много. Конечно. А вот как вы относитесь к тому, что человек предполагает, а Бог располагает, и пути Господни неисповедимы? К судьбе. А? К судьбе. Да? Ну, грубо говоря, к случаю, который является, скажем так... Очень просто. С двух сторон. Можно я сразу отвечу, потому что еще мало времени, а будут звонки. Первое. Во-первых, наверное, все уже радиослушали и поняли, что я глубоко верю в Бога, хотя не отношусь к какой-то конфессии через черт серьезную, потому что знаешь, что это достаточно условно, эти все конфессии, и более того. На вопрос о том, верите ли в Бога, я отвечаю, я не верю, я его знаю. Понимаете? Я с ним общался, я с ним контактировал, его присутствие в своей жизни я ощущаю постоянно. Но вы забываете об одном. Первое. Знаменитая поговорка «Ищите, обрящите, стучите, откроют, просите и дадут вам», требует, что вы стучали, просили. Лотерейные билеты надо покупать. Лотерейные билеты надо покупать. А у нас удивительно ленивое отношение к Господу Богу по принципу Господь Бог. Вот я тут ни хрена не хочу сделать, а ты мне помоги. А в этом отношении, уж смею вас заверить, я буду рекомендовать вам и помогать вам достигать только экологичные цели. А экологичные – это те, которые вам помогут жить. Или, если хотите, угодные Богу. А вот цели, которые не угодны, простите, это не ко мне. Сергей Викторович, ну, как же говорят, что суженого мужа жену посылает Бог? Сверху дается. А тут как? Для того, чтобы вам дали, надо попросить. Вот и все. Ответил. А насчет дает Бог? Хотите? Действительно дает Бог. Вот только он дает вам не того, кого вы хотите, а того, кого вам надо. То есть, на самом деле, вам дают тренера, который вас оттренирует на то, чтобы вы научились делать то, чего сами не умеете. А чтобы вы случайно не поняли, что вам не дали неласково-теляти, с которым вы будете щучукаться, на это время насылается любовь, как смазка. А когда, так сказать, любовь прошла, и ясно, что оказывается, это тренер, да еще и жесткий, уже поздно. Поздно. У вас уже двое детей. Да, у вас уже двое детей, приходится тренироваться. Так что вот так вот. Именно в этом смысл поговорки браки на небесах. На небесах он жестко и четко подыскивает тренера, который будет вот действительно тренировать вас на жизнь. Соратника, другую половину, возможно, но которая позволит вам совместно бежать в одной упряжи. Супружество, это бег в одной упряжи. Так сказать, неважно, кто будет коренная, кто пристяжная, бежать, тем не менее, будут. Пожалуйста, вопрос. Алло, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте, это Олег, Москва. Сергей Викторович, по-моему, все решения проблемы, это изнутри человека исходит. Обязательно. Миллионы людей, вот и барончиков, ученых, выкинули просто-напросто на улицу, закрыли все предприятия, а вы говорите, вот давайте изнутри, там сменим карту, сменим психологию. Ну, это знаете, как мне об этом говорить? Ну, вот Ковалева Сергея Викторовича в 88-м году выкинули из института управления. Взяли и выкинули. Его там зажали до полусмерти, и оставалось ему только уйти и создать первый кооператив, а потом вернуться в науку частным образом, понимаете? И сейчас я встречаю людей, которые вместе со мной блистательно шли, а теперь говорят, боже, нас выгнали из науки, понимаете? На самом деле, я отлично понимаю, что есть условия обстоятельства, но есть и люди, которые могут быть немного выше этих условий обстоятельств. И в данном случае, к сожалению, очень многие наши ученые в этом отношении, это их беда, не вина, они не были приспособлены к этой жизни. И они пали жертвой синдрома приобретенной беспомощности, о которой я сейчас расскажу далее, если вы хотите. Простите, у нас опять реклама. Мы говорим об искусстве достижения целей, но прежде я скажу номер нашего телефона и попрошу позвонить тех, кому удалось, пусть поделятся опытом. Они использовали то, о чем мы говорили, 788-107-0. Сейчас использовали все из них, они просто не использовали всего. Посмотрим. Мы опросили всех. А вот сейчас... Плюс 7925-101-107-0. Это телефон для того, чтобы вы прислали свои смс, и русновости.ру, это на наш сайт, который тоже можете делиться своими советами и тому, как вы достигли своих целей. А мне хочется спросить, все-таки, синдром приобретенного беспомощности, что это такое? Это вещь, которую открыл Зелингман, которая в настоящее время является нашим психологическим спидом 20-21 века. Это действительно психологический спид по последствиям. На самом деле, Зелингман брал собачек, ставил их на лист, железный привязывал, привязывал и бил током. Собачки скулили, им было очень больно. И так он делал некоторое время. Потом отвязывал, бил током, и только 4 из 10 собак соскочили с листа. 6 собак, непривязанных, остались, читая, что все равно никакие условия никогда не изменятся. Это то, что произошло, к сожалению, с нашей стороной. Мне немножко, я прошу простить за небольшую свою резкость в отношении к прошлому оратору. Я сам тоже самое. Был в свое время ученым, академическим, выброшенным, вынужденным за ним размышлять относительно того, не торговать ли кастрюлями и так далее. Еще ужасная мысль нашей ракетной, так сказать, организации должны торговать кастрюлями. Но поймите, простую вещь, вас травмировали, а вы дали себе слабину упасть в синдром приобретенной беспомощности. Его четкое определение, это когда в ситуации, когда объективно человек может изменить свою судьбу, субъективно, он, оказывается, к этому не способен. Понимаете? Это об этом поговорка, кто хочет ищет возможности, кто не хочет ищет причины. Правильно? Это об этом российская притча, о том, как две лягушки упали в сметану, одна сложила лапки и потонула, а вторая сбивала эти лапки до тех пор в молоко, пока не сбила их в сметану и не вылетела в конечном счете. Поэтому на самом деле возможности есть всегда. А карта, да, у вас становится настолько узкой, безнадежной картой, что вы просто этого не видите. И как раз тот консалтинг, которым мы занимаемся, это способность не подсказать вам ответ. Ответ вы находите сами. Мы даем вам возможность расширить ваши карты, а что-то лежит совсем рядом. Простите, на миллионы лет люди наблюдали, как катятся с горы круглые камни. Правильно? И только потом, ну не миллионы люди появились, простите, я оговорился. А только потом, через многие годы один товарищ внезапно подумал, господи, так это же колесо. Изобрел, и перевернул ситуацию. А все смотрели, но не видели, а он взял и увидел. Или, вам примеры карты? Террористы с упорством маньяков взрывали царя. Помните, народовольцы? Простите, у них что, было в уставе записано убить царя методом взрыва? И они взрывали поезд, взрывали крыло дворца, гибли невинные люди. Царя можно было убить элементарно. Надо было подняться на второй этаж, открыть окошко и грохнуть его из обычной трехлинейки. Он ходил без охраны. Но вот мы падаем жертвой одного способа. Помните про Титаник? Я Марине рассказывал. Титаник мог бы спастись весь, если бы остановился, отгреб обратно к айсбергу, пересадил пассажиров и отправил их в круиз уже, так сказать, на ледовом корабле. Нормально. Но именно из-за того, что мы впадаем в синдром приобретенной беспомощности, мы умираем раньше с физической смерти. Милтон Эриксон не случайно говорил, многие умирают 25, просто их до 70 не хоронят. А Ален Бамбар, помните такого, переплыл на маленькой лодочке океан. Он сказал, тебя убили не волны и ветер, тебя убил твой страх. Сергей Викторович, у нас телефон просто разрывается. Давайте послушаем. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Подольский. Как вам удалось? Удалось достичь цели? Да, одно время удалось, но потом я очень долго в себя верил и получилось так, что мне пришлось расстаться с своим бизнесом, ну, в надежде то, что я буду полученным и далее. Найду работу, открою что-то другое, новое. Но в течение вот 5 лет в сегодняшний момент не получается. к сожалению. Скажите, вопрос, может ли благополучие являться целью? Может и должно являться целью. Это одна главная цель и благополучие. Другое дело, что благополучие нужно для чего-то. Потому что на наших семинарах, когда я даю тему консалтинга, вот это, 24-25 октября, я же и разъясняю следующее, что первое, с чего вы должны начинать, как ни странно, с мета-цели. Зачем вам все это? Чем выше ваша мета-цель, тем легче к вам это придет. У нас беда нашей страны начиналась с того, что в свое время, когда я еще начинал как кооператор, простите, был такой период. Я чуть ли не первый кооператив открыл психологический. Так вот, там была такая тема. Предпринимательство это способ получения прибыли. Нет, предпринимательство это создание социально значимых услуг. Все те организации, которые пошли за деньгами, вылетели с рынка. почитайте лозунги ведущих корпораций, например, японских. Содействовать прогрессу нации, мира и вселенной. Вот на таком уровне можно работать. А на уровне заработать три копейки у нас не работали. Поэтому, знаете, я могу сказать кощунственную вещь, но она, возможно, может подумать о ней. Если бы кризиса не было, его бы нужно было придумать. Мы зажрались во многих случаях. Многие из нас, во всяком случае, наши богатые буратинки просто зажрались. Тогда как остальным не хватало. Знаете, одним было и крайне не слона, а другим каша не сладка. Мы разучились быть людьми. Мы разучились быть эффективными. Мы разучились ставить действительно серьезные цели. Мы утратили смыслы, о которых я столько раз говорил. А без смыслов ни мы себе не нужны, ни мы богу не нужны. Мы никому не нужны. Давайте послушаем наших радиослушателей. Алло, добрый вечер. Алло. Слушайте, Евгений Ильич вас приветствует. Добрый вечер. Даю справку. насчет подсознания. Подсознание это присутствие тяжелого разума в теле человека. Это вам внутренний голос, это голоса в голове. Спасибо. Я думаю, что вам действительно нужен психотерапевт. И как можно скорее. Добрый вечер. Алло. Алло. Как вас зовут? Алло, добрый день. Марина Одинцова. Здравствуйте, Сергей Викторович. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Вы знаете, я бы хотела сказать о том, что ваши, Сергей Викторович, книги очень нам помогли. Спасибо. Моя дочь сначала читала Наполеона Хилла, Тресси, ну, вы знаете, о ком я говорю, да? Вот. И она поставила себе цель что-то сделать хорошее, но чтобы для людей. Она верующий человек. Это, знаете, это я очень ценю. Вот. И она поставила себе цель добиться чего-то в жизни. И вы знаете, она идет в достижении этой цели, и я ей помогаю. Вот я ее мама. Она поступила в литературный институт благодаря... Ух ты, как вы молодец. Благодаря вашим книгам. Мы их сначала конспектировали, изучали. Конечно, мы психологи... А я ей пишу не для психологов. Что? Я пишу не для психологов. Я пишу для людей. Извините. Марина, а теперь какая у нее уже цель? Следующая. Сейчас у нее цель. Она учится на публициста, и она пишет... Вот сегодня она написала статью для семинара, очень хорошую, как раз о кризисе. Она написала, что кризис в головах. Ну, это я так упрощенно, конечно, говорю. Молодец. Вот. И она начала еще давно писать книгу, чтобы... И вы знаете, она преследует такую цель, чтобы было весело людям, чтобы было... Чтобы они взяли книгу не черную ходят учитать, а оптимистичную и жизнерадостную. И когда она слушает, вот ей редко удается, потому что она еще и работает. Она послушала и говорит, я говорю, послушай, как интересно. Она говорит, слушай, какой умный дядька. Мария, спасибо вам большое за звонок. Просто тут меня уже машут, чтобы не приняли, что это реклама там, так сказать. Вы знаете, огромное спасибо вашей дочери всех благ. Если нужно, так сказать, по советам поможем. Хорошо? Спасибо. А сейчас у нас реклама. Сергей Викторович, вы назвали только... Три из семи. Я, во-первых, хочу поблагодарить за прошлый звонок, потому что, с одной стороны, я получаю много писем, где говорят, удалось, женилась, дочь поступила, все нормально. Там дама, которая на самом деле, ну, она меня, надеюсь, узнает, если она меня слушает, которая в свое время, в общем-то, была крайне застенчива, сейчас стала одним из лучших страховщиц в России и так далее. И мне всегда приятно получать это. Потому что, говорят, с психотерапевтом есть только два отношения. Его ненавидят, когда он говорит правду, первое. И второе, его забывает, как только он поможет. И то, и другое я испытал. А когда его просто не понимают, то, что он говорит... Тогда он плохой психотерапевт. 788-107-0, наш телефон в студии. Так вот, еще три так условия. Третье условие, вы поняли, надо обязательно увидеть это в качестве слайда. В качестве действительно целевого слайда. В качестве образа себя, достигшего цели. Потому что тогда пробудется ваше бессознательное, которое пробуждается через правое полушарие. А правое полушарие, в отличие от левого полушария, оно не понимает слов, графиков, цифр. Оно понимает только символы, образы и ощущения. Вы сами собой достигли цели, каким-то образом эту цель увидели, услышали или ощутили, включили. А иначе получается, как говорил один из моих клиентов, хотели как лучше, а получилось как всегда. Так вот, возвращаемся. Четвертое условие. Это уже чисто наше условие. Вы должны видеть эту цель под углом 15-20 градусов от горизонтали. Подняв глазки, знаете, вот так вот. Средние глаза, подняв на 15-20. Знаете, почему? А потому что в этом случае ваш мозг, ваша нейросеть переключается в режим позитивной синестезии. Все, что находится там, ваша нейросеть воспринимает так. Это хорошо, и это надо достигнуть. В отличие от другого, негативной синестезии, когда вы опускаете глазки под углом 15-20 градусов, это все нейросеть воспринимает так. Это все страшно, от этого надо избавиться. Поэтому, кстати, хотите выйти из депрессии? Сядьте, подоприте веки как вий и смотрите под углом 15-20 градусов вот над горизонталью. Знаете, что произойдет? Через 5 минут вы обнаружите, что вы не можете больше сидеть в депрессии. Вам почему-то становится хорошо и весело. Хотите сесть в депрессии? Опустите глазки и посидите так минут 5. Вы точно влетите в депрессию. Кстати, роденовский мыслитель видели, как сидит, да? Вот любой грамотный психотерапевт скажет, что если он о чем-то мечтает, то только куски мыла, веревки, табуретки и крюки в хорошем состоянии. Да, мне тоже такое впечатление. Он глубочайший депрессии на самом деле. Он ни о чем не размышляет. Это условие четвертое. Условие пятое. Лучше это делать с закрытыми глазами. Да, я сейчас понимаю, что буду вторгаться почти в святой святых, потому что буду говорить очень умно про ученый. У нашего мозга есть четыре режима работы. Определяется это частотой мозговых колебаний. Стандартный режим бета 18-30 Гц. Там есть нюансы. Кто-то говорит 16. Ну, примерно премиум со средней. Этот режим хорош для чего? Наблюдать внешний мир, любимого человека, решать алгебраические задачи, считать деньги в своем кармане. Но это плохо для контакта с бессознательным. Контакт с бессознательным наступает на уровне альфа. 8-18 Гц. Конечно, лучше бы работать на тете. Это когда теряется чувство тела, потому что на тете вы можете контактировать с глубинными словами бессознательными на 4-8 Гц. А еще лучше уметь работать на дельте. 1-2 Гц. Потому что в этом случае вы как раз можете выйти в пресловутый астрал, ментал, пенал, хренал и прочие все эти самые зыски. Вы там бываете каждую ночь во сне, но поскольку не контролируете себя, то просто болтаетесь. В этом пространстве. Надо уметь там сохранять и бету, и альфа. Так вот. А для того, чтобы перейти на альфу, как раз и нужно закрыть глаза и поднять их под углом 15-20 градусов. Ваш мозг автоматически переходит в режим альфа. Это пятое условие. А вот шестое и седьмое потребуют отдельной темы, потому что это условие копинга. Вы должны знать, снять свой копинг, чтобы понять, не являетесь ли вы при всем том прекраснодушным мечтателем, но жертвой синдрома приобретенной беспомощности. Копинг – это от английского «too copy» – справляться, преодолевать. Это специальная техника, о которой, видимо, с учетом недостатка времени и надо поговорим далее. Но самое интересное заключается в том, что когда мы с вас снимаем копинг, мы не говорим, а вот теперь иди к психоаналитику, и через 4 года ты поймешь, почему ты не хочешь достичь целей. Мы говорим, хочешь иди, а хочешь через 40 минут у тебя будет такой копинг, что ты будешь бить копытом, рыть землю и рваться вперед. Потому что есть уже отработанные техники, почти десяток техник создания копинга. Другое дело, что у нас тоже есть впечатление о том, что психология – это насколько только просто, знаете, там, два притопа, три прихлопа. Вот объясните мне кое-что за психология. Я говорю, давайте я вам про андронный коллайдер объясню принцип действия. Хотите? Нет, не хочу. Это так же сложно. Психика человека намного сложнее андронного коллайдера, который мы сейчас делаем. Но только почему-то все считают себя крупными специалистами в психологии, педагогике и политике. Это не так. Есть профессиональные психологи, есть, бывает, хорошие профессиональные педагоги, и даже, как ни странно, иногда встречаются профессиональные политики. Так что и так и здесь. Это сложно, но мы постараемся эту сложность раскрывать. Для этого я вообще и пропишу свои книги, для этого и, собственно, работаю. А теперь вопросы. Наш телефон 788-107-0, и мы говорим с теми, кому удалось достичь цели. Делимся опытом. Алло, добрый вечер. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня звать Борис Иванович. У меня простой вопрос, Марина Ксения Викторовича. Скажите, в какую схему укладываются те люди, которые уже с малолетства они не знают, но их родители знают, что он будет... Родились с серебряной ложкой во рту, так называемые. Ну ладно. Нет, это несчастные часто дети, за которых все решают их родители. И в этом случае часто из них вырастают те, которые потом на 30-40-м году жизнь свою, внезапно полностью отрицают всю свою жизнь и начинают жить сначала. Потому что, на самом деле, простите, что я скажу, может быть выспринно, но Господь Бог дорогого даровал человеку только два права. Право выбора и право свободы воли. И любой, пусть даже родитель, пусть даже покушает из самых лучших побуждений, не имеет права покушаться на право на свободу, право выбора и свободу воли. И поэтому я не приветствую это. Тем более, что если это давление будет слишком тотальным, то в этом случае вырастут иждивы А если нет давления, но тем не менее открываются большие возможности у такого ребенка, то как? Он же изначально в других условиях... У Гребенщикова есть песня. Я видел детей, которые сходили с ума, потому что им нечего было больше хотеть. Не слышали? Вот это ответ на этот вопрос. Потому что они слишком быстро приобретают все то, что описано в привычных терминах смыслов. Машину, дачу, деньги, зарубежные поездки, женщин, связи. А других смыслов нет. А значит, больше некуда идти, и поэтому часто это кончается глубочайшей депрессией, отсутствием смысла жизни, алкоголизма, наркомании и всеми прочими вещами. Далеко не все здесь так просто, и далеко не все внешне благополучные люди благополучны внутренне. Не повторяйте эти ошибки. У любого человека в любой системе, в любой семье всегда есть авансценные кулисы. На авансцене семья, например, принимает гостей. На авансцене отношения между супругами, ну, чистая идиллия, ну, прям райский сад, да? А когда вас проводили на закулисами, муж может повернуться к жене и сказать, я же просил этих зануд больше не приглашать. Но если вы случайно забыли зонтики, войдете, вы обнаружите опять чистое райские отношения, благостное выражение на лице. Только мы, русские, умудряемся свое грязное белье полоскать на глазах у всего света. Это какая-то удивительная мазохистическая особенность. Я же говорил, не так давно был в Испании, кризис там похлеще, безработица доходит до 20%, честно говоря. Это выше, чем у нас. Самая страдающая страна от кризиса. Но они считают следующее, это наше дело. Мы не будем вопить на весь мир о том, что мы несчастные, бедные испанцы. Они терпеть не могут свое правительство. Простите, про Сапатера не очень хорошо выражается по своему премьеру. Они рассказывают мне лично чудовищные вещи о коррупции, которая у них там происходит, об электроэнергии, которую продают за вышивание и так далее. Но они не вопят на весь мир о своих язвах. Они не погружают. Именно поэтому я призываю позвонить тех, кто уже успел достичь своей цели. Я не успел позвонить. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Знаете, какой у меня вопрос? Я вам даю картинку из твоей собственной жизни очень коротко. А вы мне скажете, было ли это... Очень коротко, совсем мало времени. Очень коротко. Шла женщина по улице и увидела вывеску «Вечерняя школа». У нее был 7-летний ребенок. Она подумала, ребенок идет в первый класс, а я не кончила школу. Она идет в эту школу и говорит, у меня 7 классов. Возьмете в 11-й? Ей говорят, возьмем. От директора. От наглости от этой. И дальше все складывается нормально. Причем женщина еще пыталась бросить школу, а директора ей позвонила. А ей не дали. Правильно. Это действительно, ангел Господний работает без выходных. Я люблю эту фразу. Это действительно так. Потому что ищущий да обрящий. Но закончу, если можно, притчи. Однажды Господь Бог слепил человека, потом даже слепил ему женщину, а когда закончил свою работу, то обнаружил, что у него остался еще кусок глины. И тогда он протянул глину человеку и сказал, вот видишь, остался еще материал, чтобы тебе еще слепить. Знаешь, Господь Бог сказал человеку, а слепить-ка ты мне немного счастья. Ничего не ответил Господь Бог, а грустно улыбнувшись, протянул кусок глины человеку. Как говорил Милтон Рихсон, пусть ваше бессознательное само сделает из этого необходимые выводы. Спасибо.